Юные омские бойцы в преддверии празднования Дня Победы почтили память героя России Александра Печникова зрелищными поединками. На коврах школы Олега Охременко свое мастерство в армейском рукопашном бое демонстрировали воспитанники клубов Аскен, Игра, Арена и школы единоборств Шторм. Очень важно, что именно сегодня проходят данные соревнования, так как подполковник Печников, он амич, учился и заканчивал омский автобронетанковый инженерный институт. И для детей это очень значимое событие, так как это командный турнир, здесь определяется не только место каждого личного, но и каждого клуба. Это дает шанс повысить свое спортивное мастерство, опробовать свои силы с другими ребятами из других клубов. Ну и в то же время закрепить, скажем так, общение между клубами, чтобы эти дети знали, какие клубы существуют, какие институты есть, помнили героев, которые в Омской области, которых достаточно много. Ну и знали, для чего нужен армейский рукопашный бой. В честь своих команд отстаивали более 140 ребят. Каждый спортсмен волновался, ведь он выступал не только за себя, но и за своих товарищей. Поединок Никиты Бородкина был решающим для команды арена в возрастной категории 15-16 лет. Прямо то, что у меня команда одеется, и мне надо выигрывать, чтобы не подставить команду и забрать этот клубок. Я выиграл за счет своего роста, за счет своих длинных ударов, за счет того, что я бежал в дистанцию и не давал мне зайти ко мне в партер, сделать какой-либо бросок. В категории 16-17 лет лидерами стали воспитанники клуба «Игра». А в разделах, где выступали самые младшие бойцы, равных не было ребятам из школы единоборств «Шторм». Несмотря на свой юный возраст, спортсмены продемонстрировали отличную технику и доказали, что они – достойные преемники своих кумиров – Александра Шлеменко и Андрея Корешкова. У нас был бой против своей же команды, с которой мы тренируемся. Прежде всего, я со своим противником, он ходит со мной в одно время, мы с ним стоим в парах. Ну, сегодня вот я победил, у него что-то не вышло, у меня что-то получалось, что-то нет. Вот две минуты просто, и победил. Турнир, посвященный памяти Александра Печникова, прошел на высоком уровне и показал, что такие встречи очень интересны для омских бойцов. В следующем году он вновь соберет лучшие команды города, но уже на новой площадке – в Омском автобронетанковом инженерном институте.